Добрый день, уважаемые коллеги, глупо уважаемые председатели. Тема моего сообщения – доэскалация хирургического лечения именно рака молочной железы. И действительно, когда мы говорим о лечении больных раком молочной железы, то на сегодняшний день, в общем-то, уже большая часть этой категории пациентов получает системное лечение до начала хирургического лечения. И если мы говорим о влиянии химиотерапии на хирургию как таковую, то, наверное, это именно тот случай, который можем с вами обсудить. Вопрос к аудитории следующий. В каких случаях вы используете неодевантную системную терапию у первичнооперабельных больных рака молочной железы? Только при поражении акселярных лимфоузлов, только при агрессивных биологических потипах и не используя неодевантную химиотерапию вообще никогда? На самом деле здесь нет правильного ответа в этих вопросах, если уж честно. Все перестраиваются. Действительно, правильного ответа здесь не существует. Это, скажем так, небольшая, если можно сказать, провокация, потому что правильного ответа, наверное, не существует однозначно. Он достаточно, этот ответ должен быть комплексным. Говоря о хирургическом лечении больных раком молочной железы, в общем-то, нужно сказать, что на определенном этапе хирургическое лечение, будучи основным методом лечения, достигло определенного плата. И в какой-то момент стало понятно, что на показателе общей безрецидивной выживаемости хирургия на сегодняшний день исчерпала возможные свои достижения. И за последние, можно сказать, 30 лет, можно сказать, даже 40 лет можно однозначно сказать, что на показателе смертности основного онкологического показателя в лечении онкологических больных влияет именно системная терапия. И появление новых системных препаратов – это именно тот инструмент, который позволяет дополнить возможные успехи хирургического лечения больных раком молочной железы. Если на сегодняшний день мы с вами говорим о системной терапии, о развитии системной терапии, то в отношении рака молочной железы именно появление неодиуантного системного воздействия на сегодняшний день определяет очень во многом показатели, как ни странно, общей безрецидивной выживаемости. Исследования по наодевантной терапии действительно достаточно давно ведутся, и наш институт проводил эти работы во главе с Владимиром Федоровичем Савнинглазовым, о которых сегодня уже упоминалось. И нужно сказать, что очень много целей, которые преследуют наодевантное воздействие. Это и снижение стадии заболевания, и перевод неоперабельной формы в операбельную. Это, конечно же, оценка лечебного эффекта, как это странно бы ни звучало, но именно оценка лечебного эффекта позволяет нам определить в дальнейшем тактику лечения. Это повышение частоты выполнения органосохраняющих операций. Может быть, с точки зрения онкологии это не столь важно, но в лечении больных рака молочной железы, сохранение молочной железы как органы является, наверное, одним из самых важных достижений именно клинической онкологии. Потому что молочная железа все-таки это орган, который определяет во многом состояние женщины как таковое. Именно женственность ассоциируется с молочной железой. Ну и, конечно же, уменьшение объема вмешательства на лимфатических узлах, о чем мы сегодня тоже обязательно поговорим. Результаты применения наодевантной химиотерапии на сегодняшний день. Наодевантная химиотерапия – это предикторы выживаемости больных. У нас есть определенный маркер, принятый нами сегодня, который, конечно же, может быть изменится в дальнейшем. Но достижение полного патоморфологического регресса расценивается онкологами как благоприятный предикторный фактор выживаемости. Наодевантная химиотерапия, как инструмент определения одевантной системной терапии, в зависимости от тех результатов, которые мы получаем на предоперационном этапе, мы с вами планируем после операционного лечения. Это, конечно же, снижение частоты реоперации, особенно у больных с достаточно распространенными формами заболевания. Это снижение частоты позитивных краев в резекциях и снижение частоты акселярных лимфодисекций, потому что на сегодняшний день мы говорим о том, что наодевантное воздействие позволяет сократить объем акселярной лимфодисекции. Откуда такая уверенность, откуда такое желание онкологов в общем-то проводить системное лечение в предоперационном этапе? Все дело в том, что традиционный взгляд на лечение больных раком молочной железы, хирургический взгляд на лечение данных больных, предопределяет некоторую заведомо заложенную ошибку. Выполняя хирургическое вмешательство и в последующем, ориентируясь на те или иные морфологические факторы, которые, как ни странно, мы все равно называем суррогатными факторами, они неоднозначны. И при том взгляде, что гормонозависимая опухоль отвечает на гормонотерапию, гормонозависимая опухоль отвечает на химиотерапию, это не всегда так. Назначая дювантную терапию, мы очень часто пользуемся все-таки эмпирическим подбором препаратов. Неодювантная терапия позволяет четко определить, действительно ли системная терапия у конкретной пациентки с конкретной схемой лечения даст тот или определенный эффект. И, как ни странно, частота ответа опухоли – это тот фактор, который мы в последующем используем для принятия решения и в одювантном режиме как таковом. Конечно же, биологические подтипы опухоли, несмотря на то, что они суррогатные, имеют определенную тенденцию. Они отдают нам в определенных режимах большую частоту полных ответов, меньшую частоту полных ответов в зависимости от биологических подтипов. И, как ни странно, агрессивные биологические подтипы дают, в общем-то, очень неплохие результаты при достижении полного патоморфологического регресса, который можем оценить уже на первом этапе лечения. К чему мы стремимся при проведении одювантной химиотерапии? Мы стремимся к полному патоморфологическому регрессу. Еще раз должен сказать, что это тот фактор, который на сегодняшний день мы считаем основополагающим. Именно полный патоморфологический регресс дает нам, возможно, где-то субъективно рассуждать о том, что у определенного биологического подтипа мы достигаем лучших результатов лечения. И при достижении полного патоморфологического регресса у агрессивных видов опухолей, у трижды негативных, у херпозитивных, мы вправе рассчитывать на лучшую частоту общей и безрецидивной выживаемости. Как ни странно, люминальные формы А, гормонозависимые, не очень хорошо отвечают на одювантную системную терапию. Они не часто дают нам полную частоту патоморфологических ответов. И, в общем-то, как ни странно, это парадокс своего рода системного лечения рака молочной железы. Агрессивные опухоли с хорошим ответом и частым патоморфологическим ответом и плохим прогнозом по группе в целом. И люминальная группа А, которая имеет не очень хороший прогноз с точки зрения достижения полных патоморфологических ответов, но, в общем-то, достаточно положительный прогноз в дальнейшем. В этом году был представлен большой метаанализ выживаемости больных раком молочной железы после наодевантной системной терапии. Он представлен буквально несколько недель назад. И мы с вами можем говорить о том, что достижение полного патоморфологического регресса очень сильно влияет на общую выживаемость. Общая выживаемость – это та цифра, к которой мы всегда стремимся. И в данном случае химиотерапия даёт именно этот результат. И если в лечении метастатических форм мы с вами в большей степени обсуждаем достижение безрецидивного периода, времени до прогрессирования, то при наодевантном мы прежде всего обсуждаем именно результаты общей выживаемости пациентов. И если взять все группы пациентов, то полный патоморфологический регресс – это тот суррогатный маркер, который позволяет повлиять на общую выживаемость пациентов. Если посмотреть под групповым анализом по суррогатным биологическим по типам, то наиболее агрессивные опухоли к полному патоморфологическому ответу имеют непосредственное отношение. Трижды негативную опухоль молочной железы при достижении полного патоморфологического регресса показатели безрецидивной выживаемости отличаются на 90 против 57%. У ХИР-2 позитивных – 8,6 против 63. У люминальных А, гормонозависимых опухолей, системная терапия не столь выражена, но она все равно отличается порядка 10%. Еще очень важный момент – это наодевантная химиотерапия как инструмент для определения одевантной системной терапии после операционного лечения. И как ни странно, в группе больных, которые достигли полного патоморфологического регресса, продолжение лечения в послеоперационном периоде системной терапии не дает каких-то значимых различий в показателях выживаемости – 8,6 и 88%. То есть полный патоморфологический регресс – это тот фактор, который определяет и послеоперационное лечение в настоящий момент. Очень важный момент, если уж мы говорим сегодня о деэскалации хирургического лечения, это вопрос, а что же делать с операцией, когда мы достигли того или иного ответа. Да, опухоль уменьшилась, а надо ли оперировать в тех границах, которые было до начала лечения, или мы можем сократить объем хирургического вмешательства. На сегодняшний день это действительно вопрос, который обсуждается. Обсуждается достаточно широко, но в то же время существуют определенные данные, которые, в общем-то, и представлены на данном слайде. Риск локального рецидива в зависимости от объема удаляемых тканей. К большому счету никакой разницы, будете вы удалять в границах старой опухоли, или вы сделаете эксцизию в границах остаточной опухоли, по рискам локального рецидива не существует. В 2017 году проводится раз в два года большая конференция в Сангале. Владимир Федорович является членом экспертной панели этой большой конференции. Хирургическое лечение после надевантной химиотерапии было определено как в пределах новых границ опухоли. Системная терапия начала влиять на объем хирургического вмешательства у больных раком молочной железы. Мы сокращаем объем удаляемых тканей вокруг первичного очага, и, в общем-то, большинство экспертов это считают абсолютно нормально. Поэтому на сегодняшний день, когда мы говорим о хирургическом лечении, мы говорим о том, что надевантная химиотерапия позволила сократить объем удаляемых тканей. Да, существуют различные на сегодняшний день так называемые паттерны или направления сокращения опухоли. В зависимости от биологического по типу опухоль может уменьшаться в один узел, она может распадаться на несколько в виде облака узлов. Но, тем не менее, если мы говорим о стратегическом направлении, то сокращение объема операций после надевантной химиотерапии – это, в общем-то, тот стандарт, который принимается и обсуждается. Частота реоперации после надевантной химиотерапии по сравнению с первичной операцией. Большая база данных, также это было в Сангалье в 2017 году, представлено 71 тысяча пациентов, из которых более 12 тысяч пациентов получали надевантную химиотерапию. Мы видим, что во всех биологических подтипах проведение надевантной химиотерапии сокращает объем реэксцизи. Если мы говорим об органосохраняющих операциях, первичной или об органосохраняющих операций выполнены после системной терапии. И в данном случае системная терапия позволяет нам сократить как количество операций, так и объем хирургического вмешательства на молочной железе. Очень важный вопрос с точки зрения рецидива – это наличие одной, двух или трех узловых образований в молочной железе – моноцентричная, мультифокальная, мультицентричная опухоль, как таковая. На данном слайде очень хорошо, с моей точки зрения, показана частота безрецидивной общей выживаемости у больных рака молочной железы после надевантной химиотерапии при различных видах опухоли, локализации – моноцентричной, мультифокальной и мультицентричной. На сегодняшний день органосохраняющие операции после надеванта даже в этой ситуации абсолютно сопоставимы. Хирургия как таковая на сегодняшний день, конечно же, остается методом лечения. Но вопрос агрессивности этой хирургии и органосохраняющей операции после надевантного воздействия, конечно же, возможно. Хирургические вмешательства на акселярной области после надевантной химиотерапии – тоже очень интересный вопрос. К сожалению, биопсия сигнальных лимфоузлов является процедурой, которая достаточно редко встречается на просторах нашей Родины. Но, тем не менее, она проводится в нашем центре достаточно давно. И, в общем-то, биопсия сигнальных лимфоузлов у первичных больных уже не вызывает особых дискуссий. На сегодняшний день нужно говорить о этой процедуре у больных, которые подвергаются системным воздействием. Это абсолютно на сегодняшний день адекватное системное воздействие у больных, у которых до начала надевантного воздействия клинически выставлялась категория 0. При достижении успеха и уменьшении первичного очага мы говорим о биопсии сигнальных лимфатических узлов. Но интереснее с нашей точки зрения уменьшение объема хирургического вмешательства, когда у больной была диагностирована категория N-плюс до начала системной терапии, которая в последующем стадия уменьшилась до N-плюс. И когда после воздействия химиотерапии мы видим уменьшение стадии где-то у 30% больных на сегодняшний день, особенно в агрессивных биологических подтипах, это абсолютно стандартная ситуация. Пациентка пришла с категории N1, провели системную терапию и перед операцией по инструментальным методам обследования у нее наблюдается категория 0. На самом деле в мире проводится несколько рандомизированных или уже вернее проведено исследований, которые на сегодняшний день абсолютно адекватно доказывают, что эта процедура вполне возможна. Частота ложно-отрицательных ответов, она абсолютно сопоставима с биопсией сигнальных лимфатических узлов у первичных больных. Да, существуют определенные стандарты, которые нужно делать в данной ситуации. Нужно проводить двойную маркировку сигнальных лимфатических узлов, нужно удалять как минимум 2, а лучше 3 или больше сигнальных лимфатических узла. Но, тем не менее, во всех больших рандомизированных исследованиях данная процедура является абсолютно доказанно безопасной и не влияет на ухудшение показателей общей безрецидивной выживаемости. Поэтому, в общем-то, с нашей точки зрения, да и не только с нашей точки зрения, наидевантная химиотерапия влияет на сокращение хирургического объема и на лимфатических коллекторах, безусловно, при том состоянии, когда у нас происходит уменьшение стадии заболевания, так называемый регресс по лимфатическим узлам. Конечно же, есть определенные вопросы, а как узнать, какой был метастатический узел, а потом он не стал метастатическим узлом, а не стал ли сигнал или лимфоузел совершенно другим. Для этого существуют различные методики, в том числе и установка в клипсы в пораженный лимфатический узел до начала системной терапии для того, чтобы четко определить именно тот узел, который был метастатическим, и удалить его, и изучить, и доказать, что там произошел полный регресс, именно полностью патоморфологический. В нашем учреждении также проводится такая работа, мы также маркируем лимфатические узлы, и, в общем-то, надеемся, что она будет достаточно успешной. Для того, чтобы именно определить этот лимфатический узел, проводится эта методика и позволяет оценить патоморфологический регресс. Еще очень интересный парадокс современного лечения рака молочной железы, это то, что при росте частоты полных клинических ответов после наодевантной терапии нет значимого прироста в частоте органосохраняющих операций. И это обусловлено несколькими причинами. Как ни странно, одна из причин это причине выполнения мастектомии, это страх хирурга перед заболеванием. Изначально выработав план лечения как мастектомию, даже при достижении хорошего ответа хирург почему-то стремится сделать более радикальное лечение, обезопасив себя, возможно, от возможного рецидива или от каких-то других последствий. Еще один очень важный фактор – это страх пациента перед заболеванием, особенно учитывая, что достаточно большая развернута кампания о пользе профилактической мастектомии, которая, безусловно, имеет место на существовании в определенных ситуациях. Даже у больных с невыявленными мутациями, с гормонозависимой опухоли очень часто обсуждается вопрос о профилактической мастектомии. И как ни странно, желание пациентки для мастектомии в современных условиях является очень важным фактором выполнения радикального вмешательства вплоть до мастектомии. Какие же возможны пути решения? Первое – это совершенствование хирургического лечения, оттачивание методик, разработка новых методов реконструкции молочной железы для того, чтобы восстановить молочную железу после ее удаления. Но, как ни странно, существует еще очень интересный путь. Это на сегодняшний день обсуждение вопроса об отказе от хирургического вмешательства как такового. Еще раз говорю, не от всех пациентов этот вопрос обсуждается. Мы говорим о пациентах, достигших полного патоморфологического регресса. И в мире проводятся работы, которые обсуждают возможность такого исхода. Есть работы, которые проводятся в МД Андерсон Центр у больных с хердопозитивной опухоли, то есть трижды негативной опухоли. При достижении полного регресса выполняется подтверждающая биопсия, последующая лучевая терапия и, в общем-то, наблюдение данных пациентов. В нашем центре мы не столь радикальны. Мы на сегодняшний день изучаем лишь возможность достижения полного патоморфологического регресса у агрессивных видов опухоли, у хердопозитивных, у трижды негативных образований. Мы подтверждаем это патоморфологически с помощью трипан-биопсии и выполняем хирургическое вмешательство. Но, тем не менее, на сегодняшний день нужно сказать, что системная терапия позволяет достичь у очень большого количества пациентов особенно агрессивных форм полного патоморфологического регресса. И тогда встает вопрос, конечно же, о целесообразности как такового хирургического лечения. На сегодняшний день неоспоримо можно признать, что деэскалация хирургического лечения произошла фактически у всех категорий рака молочной железы. А произойдет ли отказ у какой-то группы больных? На это мы, наверное, посмотрим в будущем. Ну и вопрос для аудитории. Как часто вы меняете хирургический план с мастектомией на органосохраняющее лечение после ответа опухоли на неодевантную химиотерапию? Ну, в общем-то, где-то так это, наверное, и происходит. Спасибо большое. Петр Владимирович, большое спасибо за очень интересное сообщение. Это доклад такой интересный. И, конечно, эволюция хирургического лечения, она колоссально произошла за последние годы. Уважаемые коллеги, вопросы есть, Петру Владимировичу? Петру Владимирович, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а после неодевантной химиотерапии вы в клинике устанавливаете новые границы, как правило? Мы, как правило, устанавливаем новые границы. Более того, перед началом неодевантной терапии мы маркируем опухоль, мы выполняем установку клипс кивларовых и мы выполняем татуаж на коже. И на сегодняшний день у нас есть категория больных, которым мы, сократив объем хирургического вмешательства, видим послеоперационный любец и те самые границы опухоли в виде татуажа, которые сохраняются. Это достаточно частая ситуация. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть еще вопросы? Поблагодарим еще раз Петра Владимировича. Спасибо. 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 Спасибо.